Знаете ли вы, что к экологически чистым напольным покрытиям относятся дерево, пробка, камень, кварц, винил или так называемый идеальный ламинат? В этом сюжете наш эксперт подробно расскажет о достоинствах и недостатках каждого из этих напольных покрытий. Экологически чистые напольные покрытия существуют, они давно всем известны. Экологически чистые это те покрытия, которые не приносят гряда. А окружающей среде, ну понятно, человек. Если взять натуральное дерево, нужно понимать, что по своему внешнему виду, эстетическим качествам, конечно, это превосходный материал, но достаточно дорогой, достаточно сложный в обслуживании, в содержании. Легко возобновляемый, но расходы на эти возобновления достаточно серьезные. Если сравнить его, например, с натуральной пробкой, здесь достаточно, у нее своеобразный внешний вид. Он не всем нравится, текстура и фактура натуральной пробки. Основными характеристиками всех напольных покрытий, кроме экологичности, являются в первую очередь стойкость к износу, водостойкость. Здесь, конечно, говорить про водостойкость дерева не имеет смысла, потому что оно не является водостойким материалом. Камень, да, является искусственным, натуральным водостойким материалом, но камень не используется у нас традиционно. В качестве напольных покрытий мы живем в достаточно суровом климате, и даже полы с подогревом для нас не являются традиционными. При выборе напольного покрытия первое, что человеку должно нравиться, это внешний вид. Если не нравится внешний вид, то и смысл покупать какого-то покрытия нет. Тварцвинил сейчас производится в таком богатом ассортименте декоров, что каждый себе может выбрать по своему предпочтению. Дерево, различные породы и различные выкресы, камень, керамическая плитка, в том числе даже натуральная кожа и имитация травы. В этот перечень нельзя в основном включать как сопоставимые продукты, например, натуральное дерево и, например, керамогранит или вообще камень. Почему? Ну, область использования натурального искусственного камня в наших квартирах сильно ограничена прихожими, кухнями, коридорами максимум. А основное это напольное покрытие для жилых ком, гостиной, спальни, детской. И вот здесь уже камень уходит на пятый-десятый план. В первую очередь, конечно, мы говорим, чтобы я себе сам приобрел в качестве напольного покрытия. Натуральное дерево или, как его подвиг, паркетную доску, пробковое покрытие или ламинат. По ценовой категории, конечно, вперед всех идет ламинат, потому что он самый недорогой из этих материалов. Многие сразу же начинают спрашивать, а ламинат, как он по экологичности? Так вот я, возвращаясь к экологичности материала, могу сказать, что кварцвенил в этом смысле является экологичным материалом, который не приносит вреда ни человеку. Его можно использовать в любых помещениях. У этого кварцвенилового ламината европейский сертификат экологический ISO 14001-2010, что подразумевает и возможность его использования и в детских дошкольных учебных заведениях, в больницах. Понятно, что в жилых помещениях любого типа. В качестве преимуществ кварцвениловой плитки является, в первую очередь, экологичность. Второе. Ее приемлемая цена, что является немаловажным фактором вообще для любого материала. Доступность. Очень прост в эксплуатации и в укладке. Уложить одну, например, комнату можно в течение нескольких часов даже не профессионалу. Обслуживать это покрытие можно любыми моющими средствами, исключая, конечно, абразив, содержащий абразив. А самое главное – это его преимущество влагостойкости. Влагостойкость у него выше, чем у любых напольных покрытий, включая, например, даже современные влагостойкие ламинаты. Его особенность заключается в том, что у него нет древесно-волокнистой плиты в теле самой плитки, которая может впитывать в себя воду. То есть сама плитка не впитывает ни капли воды. Надеемся, информация, полученная от нашего эксперта, будет полезна и поможет при выборе вашего идеального пола.